Теперь о темах выпуска подробнее. Череду закрытие торговых центров Иркутской области продолжил новый объект, на этот раз гостиница. Причина до боли знакома, несоблюдение правил пожарной безопасности. По этому поводу в региональном МЧС провели публичное обсуждение минувших проверок. Обо всем по порядку в первом материале выпуска. Пустые парковочные места перед гостиницей Пекин в Иркутском районе наблюдаются нечасто. Сегодня они есть, потому что отель закрыт. Гости расселены. Это решение районного суда. Он признал здание несоответствующим нормам пожарной безопасности. Собственник подчинился закону не сразу. Шишуньджин является полным собственником здания и сдает часть территории уже юридическому лицу. Вот этому центру отдыха Пекин. В принципе, центр отдыха Пекин без проблем услышали, поняли и предприняли все необходимые меры для исполнения решения суда. К сожалению, с Шишуньджином возникли некоторые проблемы, в связи с чем в отношении данного лица будет составлено постановление о поделах административного правонарушения. Нарушения в Пекине лишь дополнение к солидному списку фактов пожарной небезопасности в регионе. Таких с начала года только сотрудники МЧС зафиксировали 1210. От отсутствия огнетушителей до незаконной реконструкции зданий. Последнее чаще встречается в торгово-развлекательных центрах. Там же были странные мелочи. Например, замотанные в полиэтилен извещатели пожарных сигнализаций. Их берегли во время ремонта. Или отключенный звук сирены, чтобы не мешал во время ложных сработок. В итоге 9 объектов через суд закрыли. Еще 12 были ограничены в работе до устранения причин. Сроки открытия никто не называет. Все зависит от расторопности собственников. Выносятся предписания, ставятся сроки. Эти сроки начинаются контролироваться. И уже по данным срокам будем дальше проводить проверки по ним. Если предписания наши выполняться не будут, значит мы будем готовить документы в прокуратуру именно на приостановку объекта, на проведение обеспечительных каких-то мер. Обеспечить пожарную безопасность не так-то просто. Некоторым предпринимателям навязывают свои услуги сомнительные фирмы. Они возят с собой все, что нужно для прохождения противопожарной проверки. А потом исчезают. В результате таких действий соискатели лицензии и фирм-посредников, которые временно предоставляют свое оборудование, и работников, пациент-лицензиаток, которые реально могут выполнить заявленные лицензии работы и услуги, составляют менее 10%. Поэтому руководителям организации советую тщательно подкрыть к вопросу выбора обслуживающей организации. Организовывать общественные обсуждения проблем в региональном МЧС теперь намерены ежеквартально. Возможно, такая форма работы позволит быстрее привести в порядок места массового пребывания людей, чтобы население смогло чувствовать себя в безопасности. Лада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням.